Мы ещё немного поговорим, и я буду подозревать, что мы сёстры. Мы реально сёстры. Мы всё-таки сёстры. В этом месте совершенно логично спросить тебя про клип с Тиной Карл. Сейчас я бы никогда в жизни не потерпела того, что я терпела от него тогда. Быть группой, отношения могли бы рухнуть. Когда просто усталость в глазах от всего, от всех, и от друг друга, что самое ужасное. В одночасье даёт тебе тотальную национальную узнаваемость. Или ненависть. Поняла, что если здесь у меня молоко пропало и голос пропал, Объявили Джамалу, я бросилась к ней на шею и кричала «Поздравляю!». Привет, я Маша Ефросинина. Сегодня у меня в гостях, на мой взгляд, самая загадочная артистка современности. Вот так. Вот так и решила я её представить. Потому что условностей в её представлении достаточное количество. Её нужно обозначить не иначе, как «Фронтвумен» группы «The Harpkin». Е-е-е-е. Привет. Привет, Юлия Санина. Как это было интересно, когда твой пиар-менеджер прислал именно эту ремарку. Да. Ну, то есть, знаешь, пиар-менеджеры обычно... Я как бы много интервью взяла в своей жизни. И моя любимая тема — это пиар-менеджер, который сперва присылает ряд условностей. Это нельзя, это нельзя, да? Да. Слава богу, мы с этим давно не сталкивались. И вот вчера от Егора поступило только одно. Я вас очень прошу. Не вокалистка, не солистка, не вот это вот всё. Я тебе хочу сказать, что я, следуя правилам этим, так тебя и представила. Однако хочу заметить, что именно эти все ваши правила, законы, чёткая конструкция, в которых живёшь ты и группа «The Harpkins», и являются для меня максимальным интересом. Класс. Потому что в этом всём есть ты единственная женская душа и энергия. Я очень с тобой давно хотела записать интервью, и когда я в Инстаграм опрашивала своих подписчиков, с кем бы они хотели интервью, твоя фамилия звучала часто. Твоя и Тина Кароль. Но Тина Кароль отказывается, а ты оказалась очень смелой. Поэтому спасибо тебе огромное. Ну, я немного нервничаю, как на экзамене настоящем. Вот видишь, мы придумали это название, у кого какие ассоциации? У тебя очень проницательный взгляд, просто мне кажется, я не смогу соврать тебе. Традиционно наше интервью начинается и из-за ситуативного блица. Я лежу вечером, думаю о своём герое и составляю самые тупые ситуации, которые могут быть. О, боже. А иногда очень простые. Ага, да. Как я себя поведу, да? Все боятся банальностей, все их обходят. Мне кажется, в банальностях и есть самый сок. Ну, мы же люди, мы простые, обычные люди. Есть или спать? Есть. То есть можно проснуться ночью и поесть? Да. Мне повезло с этим, я... Зараза. Зараза. Мне повезло с конституцией тела, я, в принципе, довольно легко прихожу в форму, не выхожу из неё, так скажем. Ну, ночью-то сожрать хочется ещё и такое говнецо, колбаски типа какое-то. Не, ну стараюсь так, чтобы совесть не сильно мучила, там, йогурт, вот больше, больше в сторону, типа, убеждаю себя, что я, ну, не сильно грешу. Ну, реально, вот ты проснулась, спишь, 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 проснулась, хочу есть. Пойду. Ты не дашь себе по мордасам, ты встанешь и пойдёшь есть. Да. Ну, я говорю, это просто мне повезло. А так ведь нравилась она мне. Ну, всё. Два часа до концерта. Ситуация. Во дворце спорта. О, нет, да. Когда колено и чашечки выпали, извинят. А твои гримеры и стилист не приехали и не отвечают на звонки. Ду-ду-ду-ду. Ну, я найду выход из ситуации. Как минимум, я умею сама краситься, но для дворца спорта этих знаний, конечно же, недостаточно, там надо, типа, профи. Ну, я найду варианты. Какие будут твои действия? Ну, я буду искать замену. Как? Ты будешь звонить сама, ты отдашь распоряжение своей команде, ты будешь истерить, ты возьмёшь себя в руки. Я вспомню всех. Я постаралась воссоздать самую адовую ситуацию. Да, потому что, на самом деле, стилисты и визажисты, а со мной все вот эти... Велия Санина ассоциируется сейчас с невероятным внешним видом на концертах. И это делают одни и те же люди. Верно. Которые пока что, я надеюсь, меня ни разу не подводили. И всегда появлялись там... Давай им сейчас расскажем, что их ждёт, просто если так послали. То есть, я думаю, что они просто вдребезги разобьются, но приедут. Но если вдруг такое произойдёт, ну, я буду вспоминать всех, с кем я работала, помимо них, там, где-то когда-то на проектах. Нет, я сама буду звонить, потому что в экстренных ситуациях доверять что-то, перекладывать на плечи чьи-то... Кому-то могут отказать, а мне не откажут, если позвоню я. Ну, то есть, поэтому, да, я буду вспоминать всех, кого знаю. Да. Задача будет у тебя сделать всё так, чтобы не задерживать концерт. Для тебя это будет важно в такой момент? Конечно, это максимально важно. То есть, для меня полное неуважение для зрителей задержать концерт по своей вине. Концерты задерживаются регулярно, но обычно это происходит не по вине зрителей, в смысле, не по вине артиста, а чаще по вине зрителей. Они даже не догадываются об этом. Почему? Потому что, когда зритель опаздывает на концерт, или приходит чётко, когда должен он начаться, то артист не может начать концерт, пока не сидит хотя бы 70% зрителей в зале. То есть, мы ждём зрителей, а не зритель ждёт нас. Соответственно, те, кто пришли вовремя или чуть заранее, ждут всех остальных. И проклинают артиста, что заставляет их ждать час. А проклинают артиста, всем кажется, что вот, она пьёт кофе, не спешит, делает йогу, я не знаю, там, реснички докрашивает. Это практически, ну, так не бывает. Артист готов всегда, ну, я готова за полчаса до выступления, я уже в полном обмундировании. Это, наверное, можно назвать обмундированием. Это правда. Глядя на тебя сейчас, ну, это предмет отдельного разговора сегодня, мне это очень интересно. Короче, я найду, то есть, если за два часа до концерта, значит, у меня есть час для того, чтобы найти других людей, чтобы они успели приехать, разложиться, и час, за час хороший профессионал сможет привести в порядок. А с костюмом что делать? Кому ты позвонишь сразу, сходу? Фролову, наверное. Ваню Фролову. Принимается. День рождения свекрови. Сейчас, сейчас, сейчас. 21 марта. Март, это марта точно, по-моему, 21. Ну, год можно не называть. Год я не назову, даже мужа год. Наверное, с годами у меня вообще... Ну, дату помнишь. Я опасалась. Ситуация. Ты решила спеть сыну колыбельную. Да. Поешь ему. Раскатисто. И тут он говорит, мамочка, прекрати, мне так не нравится, как ты поешь. Да ты регулярная ситуация. Лучше почитай. Серьезно? Регулярная ситуация, да. Шутишь. Нет. Шутишь. Ты поешь своему сыну, он говорит, не пой. Да. Ну, то есть, до момента, когда он не научился говорить, я пела регулярно его колыбельные. Он не всегда успокаивался. Я не понимала, почему. Пришлось мальчику заговорить. Он очень рано начал говорить в итоге, чтобы сказать мне, мам, не пой. Да ладно. Ну, на самом деле, он не очень любит. То есть, сейчас у нас вообще прекратились колыбельные. Где-то уже полгода я вообще не пою колыбельные. Ну, хотя раньше это был ритуал. Сейчас у нас, значит, я читаю ему сказку. Потом мы должны дважды сделать рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Знаешь, вот этот массажик такой. Да, ну, конечно, пальчиками. Когда он мурашками покрывается. По спинке. Да. И ехал. С животными пошли, там, куры поклевали. Да, вот это все история. А потом еще при выключенном свете еще рассказать еще одну сказку. Поэтому я вспоминаю судорожно все сказки, которые я когда-либо слышала. Если не получается его укладывать, если ты на гастролях и у тебя концерт, кто укладывает? Да, рельсы, рельсы, шпалы, шпалы делают бабушки. Они научены. Да. У них даже свои версии там уже этого всего есть. Бабушки. Слава богу, он любит бабушек. Бабушки без ума от него. То есть если есть семьи, где там борьба в том плане, что не хочу, чтобы привозили мне внука, то здесь у нас такая легкая конкуренция в хорошем смысле. Это счастье все равно. Это счастье, да. Да, это правда. Любимое блюдо мужа? Это мои завтраки, наверное, для него. Это традиционный завтрак, это яичница. Глазунья? Чтобы желточек был слегка такой жиденький, слегка совсем, но без соплей. То есть такое очень... Яичница без соплей. Да, да, он так в ресторане тоже заказывает, себя официанты немного удивляются. Хлебушек поджаренный, авокадо, помидорчик, сырочек. И ты делаешь всегда? Да. Ну, у нас так, у нас... Я готовлю практически каждый день, если я дома. То есть это или овсяночка с фруктами разными, орешками, или солененькая. Ты готовишь и себе, и ему? Да. Себе то же самое? Да, да, одинаково, да. Лайкать фотки в ленте или просто листать? Листать. Я что-то лень не лайкать. Я понимаю, что это... Ну, больше времени уходит на это. Я смотрю за своей дочерью. Вот они листают... Мне кажется, иногда они даже не смотрят фотографии, они так... Они просто всех залайкивают. Я же наоборот листаю. Я всматриваюсь, да. Это какая-то разница поколений, мне кажется. Я всматриваюсь. Или лайки жалко? Не, не жалко. Просто реально мне жалко времени. Мне кажется, что, типа, вот эта история... А потом, если мне эта фотография понравится, я ее лайкну. Этот человек мне будет потом выскакивать первый, там... Да как-то нечестно. А вдруг он будет выкладывать какую-то фигню, потом неинтересно. Не, иногда бывает такое, что я лайкну какую-нибудь, ну, там, полураздетую, красивую, обнаженную. А потом убираю лайк, потому что мне стыдно. Вдруг кто-то увидит, что Юлия Санина лайкнула. Ну, например. Боже, а мы чуть замороченные. Правда? Паранойки чуть-чуть. Ты голодная. В ресторане... Голодная ты злая? Да, жесть вообще. Долго не несут еду. Ой, ну... Ты уже на пределе. Приносят. И ты видишь прям в блюде волосину. Твои действия. Только честно. Сейчас, я попытаюсь... Анатель еще так встряла в эту котлету, так еще ее надо подтянуть. Оттуда. Ну, было пару раз, что я ела блюдо, в котором была волосина с краю где-то, типа. Да ладно. Так что она не на блюде, знаешь, а где-то с краю. Но я понимаю, что... Ты ее вытащила, отложила? Да. Такое было. Ну, честно. Я была, наверное... Человек, который готовит яичницу без соплей. Все выкладывает аккуратно. Съел блюдо с волосиной? Ну, она была не в блюде, а как бы рядом с ним. Если я понимаю, что она как-то не сильно противна. Было такое, что стекло откладывала. То есть ты не закатишь истерику. Вопрос был просто про твою истеричность и все. Я страшно боюсь конфликтов. Ну, то есть я не... Для меня проще промолчать, проглотить обиду, потом поговорить об этом с мужем, не знаю, с кем-то близким, чем с чужим человеком входить в конфликт. Для меня это очень стрессово. Смотри, я тебя понимаю. Давай сразу обозначим, чтобы у тебя не было ощущения, что я как-то докапываюсь. Я такая же. Но вот когда я думаю об этом, мне кажется, что это надо менять. Это жутко неправильно, конечно. Мне это само... Обозначив это, не обязательно через скандал, через страшный мат, через позовите мен, вы знаете, кто я. Можно это все обозначить. Это можно все за скобки убрать. Но можно им обозначить, что у вас проблема. И тогда ты как бы предостерегаешь других людей от попадания в такую ситуацию. Ну и себя ты начинаешь больше уважать, на самом деле, после этого. Потому что у меня долгое ощущение было, что я не могу за себя постоять. И ты как-то униженная, еще и с волосиной в зубах. Еще и с волосиной в зубах. Понимаешь? Да, есть такое. Ты не пыталась это изменить? С возрастом я это в себе воспитываю. Воспитываю не позволять себя как бы обижать. Как у тебя это получается? Ну, то есть, если я там долго жду, то есть, я об этом говорю, что мы очень долго ждем. Я так стараюсь все равно корректно об этом говорить. Если мне что-то не нравится, я вначале намекну. То есть, я стараюсь мягко, но не уступать. Не уступать всем. Но мне повезло в том, что практически 80% времени рядом со мной находится Валера, Вал, муж мой. А вот он полная противоположность мне. Вот полная в этом плане. Он поднимет на уши всех. Он заставит принести, отнести, убрать, заменить. Как ты себя чувствуешь в такие моменты? Раньше мне было стыдно. Ну, что, да, вот он заставляет других людей нервничать, хоботиться, бегать. Да-да-да, что потом, когда вы уйдете, скажут, вот суки. Да, ну, так и говорят. Заживались. Звездная болезнь. Но сейчас он стал чуть-чуть мягче, а я чуть-чуть... То есть, мы как-то чуть-чуть сбалансировали друг друга. Он наконец-то понял, что я имела в виду в плане быть чуть-чуть дипломатичнее, с людьми подбирать слова иногда. Но то, что он вот в этом плане не дает обидеть ни себя, ни меня, соответственно, мне, как женщине, это удобно. Я тебя понимаю. Последний вопрос Блица. Дуэт с Потапом или с Монатиком? С Монатиком. Даже не задумалась. Да. Ну, как-то ближе стилистически. Поехали. Миллион вопросов у меня для тебя. Ну, давай начнем. Буду как-то уже по ходу. Я? Да? Нет, я. Я бы вообще хотела, чтобы мои герои отвечали на все. В моем списке планов на год всегда остается невыполненным. Я знаю, что ты пишешь планы на год. Я тоже их пишу. И каждый раз есть один план, который я не могу выполнить из года в год. У тебя есть такой? Да. Можешь назвать? Это вообще очень смешно. Я открыла... План на 2019-й. И у меня там было написано «Прочесть 15 книг». Блин, да. Это жесть. Сейчас. Я, наверное, и пяти не прочла. Это просто каждый раз я обещаю себе, что я буду читать больше. И каждый раз... С чем это связано? А сейчас, наверное, с тем, что тяжело абстрагироваться, во-первых. То есть ты берешь книгу и все равно начинаешь думать о своих каких-то вещах. То есть там те же сериалы, они как-то засасывают больше, чем книги. И отвлекают, правда же? Отвлекают, вот, да. А книга, получается, тебе нужно больше умственных задействовать каких-то, ну, там, больше мыслить, представлять себе. Ну, это и лучше, как бы, чем сериал, потому что ты себя ищешь. Ты переживаешь, потому что вот стало меньше читать? Да, потому что, ну, вот, я училась на филолога, и поэтому я читала прям много. Я, конечно, практически ничего не помню из того, что я там учила. Мы еще немного поговорим, и я буду подозревать, что мы сестры. Вот у меня есть такое ощущение. Очень похоже все. Ну, сейчас, во-первых, мне нужно черпать откуда-то истории для своих же песен. А из книг это очень круто делать. Во-вторых, ну, вот, почему меньше? Потому что редко ты можешь найти какую-то книгу, которая легко читается. Но сейчас вот я практически глотаю город... Жень. Место девчат. Да, Место девчат. Все-таки сестры. В смысле? Я тоже ее читаю. О, класс. Класс. Да, вот, и я понимаю, что вот на каком-то моменте я понимаю, что я уже больше, чем половина книги. Хотя она там, типа, такая толстенькая. И я понимаю, что вот это как сериал. И вот такие книги очень тяжело откопать, найти. Когда сюжет, когда легко, когда... Мне нравится эта эпоха, мне нравится... А ты читаешь всякие книги, типа, как стать успешнее, как заработать миллион, как сделать так, чтобы в твоей жизни появились друзья, ты смог им доверять? Нет. Мне такие книги очень часто дарит мой директор. Просто дарит, да? Он их мне дарит. Нет, я читаю оглавление. Если там что-то, что я... Чего я не знаю или что мне интересно, я читаю просто конкретно эту главу. Вот. А так... Он тебя так воспитывает или меняет тебя? Нет, просто я пару книг таких прочитала. Начинала я с «Доставки счастья» или «Доставляю счастья». «Доставка счастья», «Кради как художник». И я понимаю, что это очень хитрые книги, потому что там на самом деле никакого рецепта нет. И таких книг миллионы. Рецепта никакого нет. И на самом интересном месте, там из серии, там автор описывает, что я пришел на вечеринку и познакомился там вот с тем-то тем-то, кто в итоге помог ему в жизни. А как ты познакомился? Какие слова ты нашел, чтобы познакомиться? Как ты не постеснялся? Как ты его убедил? Самое интересное в этих книгах никогда не сдается. Слушай, ну планирование года – это тоже своеобразный ритуал из вот этой всей истории. Чтобы мысль материализовалась, желания исполнились. И вообще я где-то слышала, что ты говоришь, что стоит, мне очень сильно чего-то хотеть, я это получаю. Как устроен у тебя этот ритуал? Он обязателен в какой-то определенный день, начало года, чтобы ты спланировала себе год. Можешь со мной поделиться? Мне очень важно просто в конце года ставить галочки и мысленно хвалить себя за что-то, за что-то очень масштабное. И для этого мне нужно вначале это все спланировать. И если у меня нет плана на какой-то период, достаточно большой, я начинаю нервничать. Мне начинает казаться, что ничего не происходит, что я никуда не движусь. А соответственно, если я не двигаюсь, значит моя группа никуда не двигается, моя семья стоит на месте. То есть я начинаю паниковать немного. Когда я это все выписываю, или наоборот, у меня в голове очень много мыслей, очень много планов, и мне кажется, что это все в какой-то каше, неразберихе, и я ничего не смогу. Для этого мне нужно все выстроить, выписать. Я понимаю, ага, так, вот оно, вот оно. Получается, что в начале года ты уже точно знаешь, что ты хочешь и будешь делать. Целый год, да. А как у тебя это получается? Ведь сейчас времена такие, что ты дальше, чем на несколько месяцев загадывать не можешь. Ну, я понимаю, что график концертов можно. Там какие-то бытовые вещи, не знаю, там сад, кружки и так далее. Ну, и образно говоря. Для этого у меня отдельный список есть. Просто сложно. Вот сложно, а как планировать? Это мечты, скорее. Это мечты, которые, но которые имеют под собой почву. Ну, то есть я, конечно же, не пишу, там, я мечтаю увидеть, там, Луну из космоса, потому что я понимаю, что это беспочвенная мечта, у меня нет для этого граунда, да, какого-то. Ты и ваша группа производят впечатление людей, стремительно идущих, идущих к каким-то целям, покоряющих их, заново идущих. Ведь не только на этом все строится, твоя жизнь. Все твои интервью про группу, все абсолютно твои рассказы о том, как вы движетесь. Ну да, потому что это 80% моей жизни. И в этом твоем блокноте с планами только это? Нет. Нет. Ну вот, например, в прошлом году я осуществила свою большую мечту научиться водить машину. Это была мечта, потому что это был страх, это был стресс. Как бы я считаю, что в, там, 28 лет это поздно. Я очень жалею, что я раньше не переборола этот страх. Мне казалось, что я выйду на дорогу, и все просто в момент разрушится, закрушится. Всех тебя въедут. Да, или я в кого-нибудь. Поэтому, ну, это был, да, борьба со страхами. В нынешнем году... Но это все равно связано, не знаю, с карьерой. Ты водишь сейчас в машину? Да. Ты сейчас на машине приехала? Да, я приехала на машине. А может, я расскажу, что потом твой директор в целый пошел проверять, закрыла ты машину или нет? Нет, я обалдела. Это очень круто. То есть ты закрыла. Она ее закрыла в итоге? Реально закрыла. И я была убеждена, что она ее закрыла. А вот что это? Я практически была уверена. Ну, я, ну, мало ли, я не знаю. Я вот проверяю дом несколько раз. Я могу вернуться обратно, проверить, закрыла ли я. А с чем это связано? Что-то было в твоей жизни? Нет, не было. И слава богу, не было. Слава богу. Ну, вот такая гиперответственность какая-то. Или желание точно не быть виноватой, знаешь, в чем-то. А из моих мечт и желаний все равно оно все очень много крутится вокруг карьеры. Я, наверное, карьеристка. Мне очень хочется подписать какой-то масштабный контракт рекламный на этот год. Я почему-то, когда именно я становлюсь лицом какого-то бренда, это приносит мне ощущение того, что я, как Юлия Санина, нужна, интересна. Я могу помочь какому-то бренду стать еще популярней. То есть отдельно от the hard kiss я тоже что-то значу. Но это достаточно новое твое проявление вообще риторика отдельно от the hard kiss. Еще до недавнего времени ты была достаточно категорична в высказываниях, когда тебя пытались отделить. С чем ты это связываешь? Ну, с тем, что меня стали тоже замечать отдельно от группы. Меня стали идентифицировать, узнавать. Потому что там еще года четыре назад, допустим, без макияжа на улице меня не узнавали. Это на самом деле очень удобно. Теперь узнают и без макияжа. Некомфортно. И тем не менее, контракт ты хочешь. Да, и тем не менее, я понимаю, что не хочется иметь ощущение того, что я сама тоже могу. Я рада это слышать. Очень сильно. Это круто. Это очень здорово. И я рада, что ты об этом говоришь. Поехали. Чтобы я доверилась женщине, мне необходимо. Ты же понимаешь, что этот вопрос написан для тебя. Для меня. Однако тема женской дружбы, мне кажется, она неиссякаемая. Ровно потому, что сколько существуют женщины и взаимоотношения между ними, ровно всегда есть повод об этом поговорить. Потому что все взаимоотношения женщин, они уникальны. Ты дружишь, ты доверяешь. Ты дружишь годами, десятилетиями. Или ты дружишь три года, и тебя предают. Или ты дружишь, веришь, и пытаешься умереть в один день, а потом тебе говорят что-нибудь такое, чего тебе хочется сразу провалить сысковой землю. У меня есть такая женщина. У меня есть близкая подруга. Я дружу с ней около 20 лет. И я по-прежнему убеждена, что мы дружим так давно ровно потому, что ей плевать, кто я. Я понимаю. Потому что у меня был очень большой ряд подруг, которые говорили, да, 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 говорили, что прости, я чувствую себя твоей свитой, я не чувствую свою идентификацию, или прости, мне теперь неинтересно об этом говорить, потому что ты вся в карьере и в работе. Тот период, который у тебя сейчас, я проходила, и помню даже его запах и вкус. Поэтому я абсолютно убеждена, что в карьерном течении, в карьерном потоке и тайфуне, которые ты для себя ставишь, дружба практически нереальна. Потому что дружба предполагает умение еще и отдавать себя. Но на что обратила внимание я, что ты очень спокойно говоришь в интервью о том, что у тебя нет подруг. Ну, ты везде называешь Вала, да, своей самой близкой подругой. Да. Но это ведь тоже не до конца так. Потому что девочка девочке, это совсем про другое. Это даже не девочка маме, это девочка девочке. Есть ли у тебя необходимость в этом? Конечно, есть. Конечно, есть. Эта ниша, она не заполнена, наверное, со школьного возраста. То есть в школе, да, у меня была подружка, там было несколько подружек. Наверное, я могу сделать вывод, что я не умею дружить. Дружба — это ты все равно тратишь свой ресурс на дружбу. Это умение, это желание посвятить время другу. Это возможность довериться, рассказать секреты и знать, что об этом никто больше не узнает. И чем дальше, тем меньше таких людей появляется в окружении, которых вообще даже хочется проверять на этом все дело. Но ведь не проверишь, не поймешь. А, возможно, эти люди есть. Возможно. На самом деле, я думаю, что этим нужно просто заняться. Поиском подруг. Это не так легко. Это тоже такой прикол, потому что мы с директором моим. Он же и мой друг, на самом деле. Но он мальчик. В смысле мужчина. Все мальчики, кто тебя окружают, это все твои друзья, музыканты. Да, да. И мы обсуждали тот момент, что мне нужна подруга, девочка, которой я смогу, я не знаю, поплакаться, довериться, поговорить вместе, выпить чаю, кофе. Да, даже поделиться своими страхами. Пойти на шопинг. Я не знаю, все то, что делают девчонки. И мы создали список девушек, которые мне интересны. И мы поняли, что все эти девушки суперзаняты. Мне интересны женщины, которые что-то из себя представляют. А обычно у этих женщин фул. То есть у них все заполнено, пространство их. Просто дружба, Юля, понимаешь, какая штука. Иногда об эту дружбу, об женскую, можно на самом деле решить, проработать, разбить как хочешь. Очень много тех нюансов, которые тебе мешают в жизни. Там та же паранойя или те странные вещи, в которых неудобно признаться мужу. Ну, я, например, ну, я сейчас уже научилась, у нас 17 лет брака, но очень много лет я не могла ему сказать, что мне кажется, что я никому не нужна, мне страшно. Мне кажется, что я совершила ужасную ошибку. А подруге можно. А я могу это Валусю сказать. Можешь. С первых причем месяцев. Но подруга дает ту самую рефлексию, которую девочка понимает. Ну, я понимаю, это отражение как бы женское. Я понимаю, мне этого очень не хватает. Но я не знаю, как это сделать. Я понимаю, что, наверное, там, если мне кто-то нравится, да, девушка, как подруга, то, наверное, мне нужно первой там проявлять... Ну, сейчас так точно. ...инициативу, да. Но я даже не могу представить, что я могу кого-то пригласить попить кофе. Почему? Ну, мне как-то неуютно, мне не по себе. Я на самом деле, я вот в быту не очень разговорчивый человек. Мне почему-то кажется, что я приду на кофе, и нам не о чем будет разговаривать, я не знаю. Особенно, если я приглашу человека на кофе. Это будет моя инициатива. Это значит, что я люблю слушать. Может быть, мне нужна болтливая подруга. А с другой стороны, там, было парочку, там, знакомых. Мне начинают напрягать, когда мне, ну, вешают какие-то свои проблемы жизненные, там. Как-то много рассказывают. Ты вот говоришь про недоверие. А у тебя есть основания недоверять женщине? Была какая-то история, что тебе твое доверие было предано? Нет, наверное, наверное, ну, то есть, такой истории и не было. Ну, просто я вижу, как, там, люди даже со мной, вот, они сплетничают о других людях. Да. И мне это не нравится. Я понимаю, что, там, уже я им не доверю свои какие-то переживания, потому что точно так же они могут, там, рассказать кому-то. Не производишь впечатление, которое сильно страдает без подруги. Ну, нет, да, то есть страдать нет, но мне нравится. Я открываю Инстаграм, знаешь, там, той же Кати Сильченко, я на нее подписана. Вот у нее огромное количество подруг, они ходят вместе, там, отдыхают. Они ездят вместе отдыхать. Они ездят вместе, они пьют шампанское девичникам, там, не знаю, поздравляют друг друга с днем рождения, сюрпризом. И это все так мило. Я не знаю, насколько это искренне, конечно. Но так тоже надо уметь. Это умение вовремя отправить смс-ку, поздравить, спросить, как дела, что-то предложить, как-то... А это значит, что в голове ты должен постоянно держать это все. Да, это уметь дружить, видишь? Это надо уметь... Я, наверное, просто не об этом, да. Ну, послушай, еще вся жизнь впереди, но это интересно было обсудить. Сценический образ, за которым не стыдно. Ай, да, есть один такой. Может, и не один, но один вспомню точно. Это была первая наша юна. Это какой год? Когда мы на ней выступали. Боже, я не помню. Это, может быть, юна началась... Это было лет семь назад. Мы получили тогда открытие года. Тринадцатый. Да, то есть это где-то... Двенадцатый или тринадцатый год, потому что потом она же там была пауза. Да, в общем, это был первый год, когда мы выступали там с песней, по-моему, Make Up. И получили открытие года. И это был настолько неуместный образ, потому что я вышла вот на таких копытах, ну, колдобинах. Черные колготки, боди с вырезами на груди тут сверху. Вот, то есть была... При том, что бюст у меня небольшой. Но там были вырезы. И рога, которые закрывали полностью мои глаза. Какая прелесть. То есть, ну, как бы... Да, то есть мы повесили головной убор не так, а вот мы решили, что я буду такой космической, и мы закроем пол лица. В итоге в кадре пол лица не было, все выступление. Я еле двигалась на этих каблуках. Это было максимально... Ну, сексуально неуместно. И мне теперь не хочется пересматривать это выступление. Я понимаю, что в зале были все уважаемые люди из индустрии, как бы, и... А ты в копытах и с рогами. А я в копытах, с рогами и вырезами на груди. Ну, то есть, как бы... Чем мы думали в тот момент с нашими стилистами? Кого мы хотели удивить и почему так? Кто принял вообще это решение, что фронтвумен, лицо группы, или как вот вы это себе обозначали, должна выглядеть очень специально? Я где-то в каком-то интервью увидела, что ведущим запрещено говорить, что вы группа эпатажная. То есть запретики... Это отдельный мой, так сказать, блокнотик. Запретики группы за хардкист. Извините. Зато мы знаем, что ты читала, понимаешь? Солистка нельзя, эпатажна нельзя. Назовем это специально. Специально, классно. Как вы это придумали? Как это было? Я вот хочу понимать весь этот раз. Вы сидите. Вот эти вот ваши мужланы, вот этот вот вал, значит, вот эти мужики ваши, вот это вот вся братья придумывают, что с нежный цветочек, а 7 лет назад ты была ребенком, этот нежный, красивейший, ну, то есть ты, ты красива, как сказать, ты, у тебя классическая красота, ты красивая женщина, нет изъянов, вот что мы будем на нее, нет у тебя изъянов, я рассматриваю, не могу их найти, у тебя невероятно красивое лицо, ты это знаешь. Что вот на это все будут цепляться рога, вставляться какие-то черные линзы, уйвертится какая-то вот такая вот хренотень на голове. Ну и те образы, которые я полистала, это, честно говоря, не для слабонервных, хотя бы даже с точки зрения умения все это носить. Как и зачем вы это придумали? Потому что красиво это скучно. Я когда познакомилась с Валом, я до этого слушала в основном только джаз. Когда я познакомилась с ним, я начала, он, вернее, начал меня знакомить с разной музыкой. Он меня образовывал. А. Вот, да. Ну, он видел тебя тогда в роке? Что я пытаюсь узнать? Да, да, да. Знакомятся двое людей. Мужчина и женщина. У них завязывается страсть. Вы же сразу были в отношениях. Да, мы вначале были в отношениях. Вы вначале были в отношениях. У вас какая-то романтика, страсть, секс, планы. И потом этот союз мужчины и женщины рождает определенную религию. Ну, то есть вы честно отличаетесь от всех. Это сформулированная такая конструкция. Очень сформулированная. В которой прорастает нечто красивое, но всегда с какими-то вот корягами. Понимаешь? Потому что это интереснее, чем просто красиво. Это придумал он, наверное, вместе со стилистом Славой Чайкой, которого мы нашли сразу. То есть Слава работал с нами сразу, с первого клипа. При том, что он не одевал... Это был клип «Вавилон», «Бабилон». Он не одевал меня там. То есть мне пошило платье Осмехина. И оно было очень нежным. И Слава посмотрел на это все вместе с Валом. И они решили выбелить мне брови, накрасить черным губы и повесить мне рога на голову. Вернее, этого, динозавра. Динозавр. Скелет динозавра. Ну это же круче, чем просто... Подожди, они решили. Ты в эти моменты что чувствовала? Я позволила экспериментировать со своей внешностью. Страшно не было? Было. Потому что когда я... Ну, девушка-брюнетка с выбеленными бровями выглядит... С голубыми глазами? Ну, как бы, мягко говоря, болезненно. Как бы, соседи потом какое-то время, пока мне не покрасили их обратно, ну так, приглядывались. Конечно, мне было страшно, что я буду страшной. Так, ты говорила об этом? Конечно. Ну, то есть я... Мы находили, мы пытались найти баланс между цепляющим, да, слегка уродливым и при этом очень притягательным. А был ли вариант, что остается твоя красота, делается невероятный мейк, который тебе Слава, собственно, и красит? Красит очень красиво тебя. И остаешься ты в образе подобия, ведь никуда твой голос от этого не изменится, и твои песни тоже не будут звучать по-другому. Ну, чтобы меня услышали, на меня должны были обратить внимание. То есть сейчас люди визуалы, и они становятся визуалами все больше и больше. То есть это было привлечение внимания даже к творчеству, мы можем так обозначить. Да, это привлечение внимания, выделение из масс других артистов. Это был и есть на данный момент самовыражение всех, да, участников, которые отвечают за визуал, да. Это не только мое самовыражение, конечно же. Это творчество всех. Это арт, потому что для нас суперважно там выйти на сцену и нести не только музыку, но и перформанс. Ну, то же самое, а клипы с фотосессиями, так это вообще там еще больше у тебя есть инструментов и возможностей, чем даже сцена, когда это здесь и сейчас, да, происходит. Расскажи о процессе. Как это создается? Есть некая команда. Можешь рассказать об этих людях? Да, это Слава Чайка и Виталик Датсюк. Уже вот группе будет 10 лет. Вот они 10 лет, значит, с нами. Грим и волосы. Грим, волосы, Славик делает стиль. Теперь тоже. Как создается каждый образ? Что происходит? Что происходит? Должна появиться песня, заказ. Да, это все зависит от, там, это клип, это съемка фотосессии или это концерт. Если это клип, то у нас есть сценарий, да, у нас есть... Бывало такое, что у нас не было сценария, мы говорили... Нам нужно просто, там, вот, темный образ, светлый образ, там, и цветной, условно говоря. Мы с вам это говорили. Да, мы говорили, вот, да, вот у нас будет такая-то локация. Там бывает такое, что клипы с историей, а бывает, что клипы это просто арт, да, то есть набор каких-то кадров. И от этого Слава отталкивается, идет к дизайнерам, с которыми мы сотрудничаем уже много-много лет со всеми. Украинские дизайнеры. Да, это украинские дизайнеры. Очень жаль, что они стали делать все меньше и меньше каких-то крэйзи вещей. Они стали делать все больше коммерческое, да. И нам, конечно же, как артистам это очень жаль. Но особенно в вашем формате. А разве они не шьют вам индивидуально? Нет. Я думаю, что мы бы просто не выдержали такого количества пошива. То есть мы все-таки сотрудничаем на каких-то бартерных. Дизайнерам нужно популяризировать себя, а нам нужны их образы. То есть это все взаимовыгодная вещь. Слава Чайка с Виталиком присылают вам референсы, образы. Нет. Обычно, то есть мы уже настолько... Ну вот есть, давай возьмем с последнего, где у тебя черные, я так понимаю, линзы, да? Ты выглядишь как готическая королева Елизавета. И вот это вот у тебя на голове там целая гора из чего-то там. Потому что это парик, видимо. Там есть шиньон, но там мои волосы плюс шиньон. Вот как вы пришли к такому образу? Он сразу утвердился. Ну тут все гораздо сложнее. Это был телевизионный проект. То есть там нам предложили условия, да? То есть что мы такие из прошлого немного. Красное платье. То есть искалось это красное платье. Всеми стилистами возможными оно нашлось. Его доделывали, там чуть-чуть удлиняли для меня. В плане линз я сказала сразу, что я хочу, как в клипе. Мне очень понравились черные линзы. Была бы моя воля, я бы в них выступала бы. Это очень страшно. Это, ну при том, что красивый как бы все остальное, да? Образ красивый и такой вроде бы классический, да? Эти черные линзы, они добавляют, собственно, вот этой готичной изюминки. То есть что-то, зеркало с царапинкой, на которую ты в итоге смотришь. Вот это жесть. Вампирское отродье прибыло на Русановскую набережную. Потом сейчас. О, хорошо, хорошо. Вот это хорошо. А вот все остальное обычно я доверяюсь. То есть мне говорят, у тебя будет нахлобучка на голове. Все, прекрасно. У меня будет нахлобучка на голове. То есть я настолько уже доверяю ребятам, что мы можем в процессе, конечно, что-то поменять, если там я понимаю, что мне будет там неудобно или оно там не смотрится, то, что мы задумали. Но в целом я не докапываюсь до них. А вышлите мне пять вариантов. А какой цвет помады там. Было ли что-то, от чего ты отказалась? Не знаю, там, во лбу. А мне такого хватало ума не предлагать. Ну что сказать, не, ребят, я, конечно, крутая и готова на все, но на это ноу. На лысо. Ну, была история, когда, ну, не брить, конечно, но вот лысину, типа, сделать. Натянуть такую, да, специальную? Да, инопланетянку, да, такую сделать. Не готовая пока к такому образу. И ты отказалась? Да. А для чего, если не секрет, предлагали такую? А для какого? Которая будет снята скоро. А будет снята? А на какую песню? Мы все ждали и ждали, и понимали. Вот тут она должна была быть лысой. А песня называется «Гора». Вот, ждем клип на песню «Гора» и смотрим, чего там будет. Не согласилась быть лысой, да. Образы в «Х-факторе», когда ты была в жюри. Да. Была ли задача, чтобы они отличались от образов сценических? Потому что там ты выглядела тоже экстравагантно, но там я начала впервые для себя распознавать и как бы контурировать для себя Юлию Санину. Многие начали с тобой. Это была моя задача. Это была моя задача. Стилистом моим. Это была моя задача, потому что на каком-то моменте, то есть когда я понимала, что без, условно говоря, рогов меня не идентифицируют, это плохо стало. То есть хорошо, рога заметили, это прекрасно. Мы их используем дальше. Вот какие-то там очень яркие вещи. Мы используем дальше для очень ярких случаев и поводов. Но нужно, чтобы работало лицо. С другой стороны, когда артист совсем меняет свой вектор, история показывает, что это никогда не к добру. То есть все равно публика, она полюбила за что-то, она с тобой за что-то. И если ты идешь совершенно в кардинально другую сторону, она может тебе легко оставить. На этом месте совершенно логично спросить себя про клип с Тиной Кароль. Поворот в перпендикулярную сторону. Натуральные вы, трущиеся друг об друга бархатными плечиками, практически касающиеся друг друга губками. Сзади нет вала с бородой. Никто не подходит и не делает вот так вот. Это совсем поворот в другую сторону. Это стало возможным, потому что это не The Heart Kiss, а потому что это Юлия Санин. Мы давно хотели спеть с кем-то в дуэте, с кем-то значимым. Тина тоже не самый простой вариант для дуэта. Круто, когда артист другой вообще. Даже не рок-артист, но топовый. И Вал такой, давай я напишу Тине. Я говорю, ты что с ума сошел? Ну, типа, не смей, не надо. Я боялась. Отказа? Ну, да, отказа от того, что это, типа, вы что, с ума сошли? Ну, или как-то, ну, какого-то непонимания. Говорит, да ладно? Ты боялась, что она откажет, или ты боялась, что вы запишете то, что не примет ваша аудитория? Нет, я боялась, что она откажет. Что она вообще не поймет, с чем вы звоните вообще. А она говорит, да ладно, она просто девушка, давай мы ей напишем. И мы ей написали в фейсбуке, и она ответила, что ей интересно, давайте встречаться, давайте демки слушать. И мы даже начали слушать демки, но не нашлась песня, которая бы была, хардкиз и Тине, свойственна. И мы отложили эту идею. То есть еще там, когда вышел клип, буквально пару месяцев назад, я не могла предположить, что мы вернемся к этому разговору. То есть для меня этот разговор был на какое-то время, но он был остановлен, этот процесс весь. И позвонила Тина с тем, что есть фильм, и есть песня, да. И что появилась идея сделать женский дуэт. Где ж мурашки. Вот, и... Видишь, как бывает, иногда нужно один шаг сделать. Да, нужно сделать. И она говорит, я помню, что вы хотели, и что вы как бы открыты для этого. То есть если бы мы тогда не написали, она, может быть, даже и не подумала бы. Так, это абсолютно так. Как о партнере, да, в этом во всем. Но в песне Вильна ты ближе к жанру Тины. Да, да, это ее песня первоначально. И вы на это пошли? Мы на это пошли практически сразу, потому что это интересно. Это интересная коллаборация. Это не в минус хардкис, там, да, слушателям, потому что это не хардкис. Это Юлия Санина все равно. То есть у нас есть оправдание, почему это не звучит там тяжелее. Это есть хардкис. Погоди, ну ты это и есть хардкис. Ты изначально заявлено как лицо. Я лицо, но все равно... То, что там по фону не бегал вал и барабанщик, и бас-гитарист, того все не означает, что это не хардкис. Но у меня все равно соуловое начало. Ну, то есть я спела эту песню с двух дублей. Потому что я на такой музыке выросла. Это не поп, на самом деле. Это R&B ближе, да, сюда. Поэтому мы с Тиной общались о том, что это не поп-песня. Вы принимали решение по тому, что мы видим сейчас на Ютьюбе, и то, что набирает просмотры. По-моему, большие просмотры у вас. Да, уже 4,5 миллиона. 4,5 миллиона, да. Вот поэтому всему, что мы видим, как принималось решение? Тиной, тобой, вы вместе все. Или чему-то пришлось тебе подчиниться. Потому что она там понятна. Понятна вот в образе своем, достаточно для нее естественном. Ну, как бы понятным. Ты новая. Мне предлагали, я принимала. Я открыта как разным образом. Это уже понятно, у меня были миллионы разных образов. Такой вот, как бы, достаточно скованный, скромный. Я просто поставила ряд своих условий, да, чего не может быть. Например? Например, декольте для меня неприемлемо. Да, тем более в истории, где мы близко. Я хотела более закрытый образ. На самом деле мы были в купальниках. Почему мы этого не видели? Вот, потому что мы запретили снимать наши попочки. Надеть надели, а показать не показали. Да, не показали. То есть мы были в купальниках, но этого не видно. Потому что были наши такие условия. Песня была уже записана. То есть я как бы вписалась в эту песню. Ее вокал уже был? Да, все было готово. Я вписалась в эту песню. И я, на самом деле, очень нервничала, когда мы отправляли. Мне хотелось бы, конечно, чтобы мы записывались вместе. Потому что мне казалось, что вот, сейчас она пришлет много правок. Ей что-то не понравится. Потому что я поменяла текст. Я поменяла мелодию. Я много чего поменяла в своей части. Я не могла еще дозвониться до нее в тот момент. Они были на съемках голоса. Я не знала, как она отреагирует на это. Потому что, ну, когда человек, это его там песня. Ну, там, она купила ее, не знаю, подарили ее. Это ее, как бы, детище, да, в любом случае. Когда ты меняешь даже, там, пару слов. Ну, я, например, очень остро среагировала бы. Но это не помешало тебе взять и поменять все равно. Да. Ну, потому что я считала, что так лучше, так лучше рифма, так, ну... Это же мой кусок. Значит, я должна быть в нем органично. Ох, эти дуэты. А когда вы исполняли на сцене, была ли у вас первая репетиция? Как вы себя будете вести на сцене? Беретесь ли вы за руки? Касаетесь ли вы друг друга? Песня очень интимная. У нас не было репетиций. Мы непосредственно на саундчеке уже вот встретились. И мы просто решили повторить то ощущение, которое было в клипе. Так же начать, да, рядом, друг с другом. Быть рядом. Быть все время рядом. А что в клипе, это была полная импровизация. Что на сцене в итоге это получилось полной импровизацией. В клипе даже первое время были очень скованы. Тина, не скрывая тоже, поэтому я сейчас не сплетничаю с тобой, что у нее также нет подруг. То есть получается, что в нашей стране воспели... Она тут дружит. Достаточно личные, близкие и тесные отношения, интимные отношения. Воспели две женщины, у которых нет подруг. Да. Ты в курсе? Угу. Мы свободны. Вильни. Тина оставила у меня очень приятные о себе ощущения. Вы общаетесь сейчас? Мы переписываемся иногда. Ты можешь спросить, как дела у ее Венечки? Как у ее сына дела? Как она... Как... Я спрашиваю, как мало... Ну, то есть я... У нас не те отношения, что я могу среди ночи... Ей написать свои вопросы про дружбу. Соскучилась. Как дела? Юля, а ты понимаешь, что если бы ты написала среди ночи ей, как дела, она бы тебе тут же ответила? Возможно. Потому что ты такая же. Неудобно. Если бы тебе написала Тина Кароль в три часа ночи... Конечно, я бы ответила. Юльчик, не могу уснуть. Вот думаю о тебе, наши песни об этом дуэте. Как это было круто. Я хочу еще. Как твои дела? А может быть, да ты бы не спала с этой ночи. Конечно. Вот. Вот это и есть дружба, друг. Но каждый придумывает себе... Неудобно. 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 А что она скажет? А что подумает? Да. Вот. Страничка психоанализа от Марики. Я просто сама об этом очень думаю. Потому что у меня тоже немного подруг. В первый год жизни с моим мужем... В первый год жизни с моим мужем... Ты сейчас тоже будешь отвечать, поэтому думай. Мне пришлось смириться с тем, что... Ну, что он неразговорчивый. Ну, так иди, я просто в каждом экзамене посылаю своему мужу огромный приветик. Говори, говори. Про то, что мои уши не сворачиваются никогда от этой лапшистой, кучерявой красноречивости про... Моя девочка... Я вот как-то привыкала в первый год к тому, что это теперь моя такая судьба. А ты? Если бы меня спросили, чего бы ты не хотела повторить в своей жизни, еще раз пройти в своей жизни, то, наверное, это первый год с моим мужем. Я бы... Вот это вот романтичный конфетно-букетный период, да пошел он далеко иногда. У нас было все очень странно. У нас было все очень странно. И я бы не хотела, чтобы это повторилось. Но... Мы встретились 2 января, я брала у него интервью. На тот момент, да, я увлеклась студенческой газетой. А поскольку я как-то была связана с шоу-бизнесом, меня легко туда взяли, хотя я писать вообще не умела. Ну, типа, я добывала материал. А он на телевидении работал, на MTV Украина. И, в общем, да, мы познакомились 2 января. 7 января на Рождество я уже сидела за столом с его семьей, бабушкой. И меня познакомили с бабушкой. А это, ну, вот, наверное, было даже более ответственно, чем знакомство с родителями. Хочешь получить парня? Возьми у него интервью. Как неожиданно. У меня даже есть диктофон. Вот это первое наше «Здравствуй. Привет. Представься, пожалуйста». Это все на диктофоне. Да, у меня есть это все в папочке. То есть было ощущение... Но при этом очень долгий период он не говорил, что я ему... Что он любит меня. То есть, да, это были первые мои отношения вообще. И... Ну, в смысле? Ну, так случилось. В смысле вообще первое? Вообще. Ну, по полной программе. По полной программе. Да, да. Я не встречалась с парнями до Вала. То есть не ходила на свидание. Ну, как, я на свидание не ходила, но это были, наверное, там... Первое свидание и все. Да, у меня было страшно. Вот он тебе ведь отомстил. Рога потом наделся тебе на голову, чтобы тебя никто больше не на тебя не позарился. А он так и говорит... Моя будет ходить с рогами на голову. А он так и говорит. Если накрашусь там, ну, вот выгляжу классно. Он мне говорит, боже, как вовремя я тебя отхватил. Я бы сейчас никогда в жизни тебя бы не получил. Кстати, да, это правда. Нет, я довольна. И все в порядке. Но просто на тот момент было ощущение, что он увидел подходящую девушку. Не влюбился в нее. А вот он увидел подходящую для себя. Вот так расчетливо. У меня было долгое время такое. И я очень много переживала по этому поводу. Что он... То есть не было страсти. Вау. Там, ждать, не спать ночами. Было ощущение, что... При этом 2 января он после моего интервью должен был ехать к своей девушке. Ну, намечались у него отношения, намечались. И он ехал как бы с ночевкой, там, со всеми делами праздновать новогодние праздники. Интервью должно было быть час, а продлилось оно три часа. И он после этого приехал к той девушке, и он даже не лег с ней спать. То есть он как бы... Он увидел объект, который полностью подходил под его требования. Мусик, я тебе открою секрет. Вам, девственницам, если мужчина не ложится спать с другой женщиной, значит, он залип. Ну, у меня не было такого ощущения, что он залип. А вот это другое дело. Может он дать это понять или нет? Тимурка, привет! Наверное, нет. Наверное, не мог. Ну, вот просто не дал тебе это понять. Ну, я не знаю. Ну, то есть он не дарил мне подарков. Мы там не... Букеты, конфеты. Этого всего не было. Классическая будет эта ситуация, которую мы все в книгах читали. Котик-зайчик. Он в первый раз, когда поцеловал меня, он потом... Спустя сколько? Пять лет? Нет-нет-нет. Ну, да. Это было... Практически. Практически, да. После знакомства с семьей. Он прям спросил меня, так что, мы встречаемся теперь? То есть все было настолько четко, типа я должна была отвечать на все эти вопросы, там, что там, я не знаю. Но как-то было все очень странно. Очень странно все было в наших отношениях. Его очень много чего не устраивало во мне. Почему ты шла тогда на эти отношения? Потому что это были первые мои отношения. Сейчас я бы никогда в жизни не потерпела того, что я терпела от него тогда. Сколько лет тебе было, Юлечка? Мне было 18. То есть, когда мужчина тебе говорит, что я вообще люблю блондинок, ты не думала о том, чтобы там, перекраситься? Или, ну, там, краситься я особо не умела тогда. Со словачайкой знакома не была. Красила голубыми тенями. Обещала ему, что я расцвету, поверь. Я стану красивее, лучше. Да, потому что я была, ну, ребенком. Я была ребенком, на которого не западали парни. То есть у меня была большая, как бы, по этому поводу драма. Ну, не знаю, когда у тебя в 18 лет, ты ни разу не ходила на свидания с парнями. Ну, это... И при этом ты думаешь, боже, что со мной не так? Ну, поэтому, да. А он тебе понравился сразу? Да. А вот он мне понравился. Вот это и держало, кстати, тебя. Вот он мне понравился, да. Ну, хотя у меня, как бы... А что понравилось? Сила? Красота? Ум? Я была в восторге от него и в восторге до сих пор. Я таких ярких мужчин, наверное, вот... Ну, вот мы 11 лет вместе, у меня никого не было, кроме него. И я не видела, и до сих пор не вижу никаких даже кандидатов на... То есть он настолько мне интересен. То есть, во-первых, он симпатичный. Это правда. Это правда. То есть красивее глаз, наверное, тоже я не видела. Во-вторых, он настолько интересный, настолько разносторонний и разно... Ну, то есть, когда ты видишь на первой встрече, там, ты идешь к нему как к продюсеру эфира, да, абсолютно скучное название, ни о чем не говорящее. А перед тобой человек, который... Он и фотограф, он и режиссер, он и клипмейкер, он и искусствовед, он и меломан, он... Ну, то есть он знает всю музыку на свете, я не знаю. Он художник, он скульптор. Потом он приводит тебя домой к себе, и ты понимаешь, что все правда, потому что он тут же продемонстрировал мне все. Значит, вот я леплю, вот я рисую, вот мои скетчи, вот мои зарисовки, вот мое кино, вот там то-се. Все, а ему 25 лет. Ну, это утонуть можно в этом всем, конечно. Это просто можно, ну, я просто после нашей, там, первой-второй встречи думала, что он мне не позвонит больше. Потому что, ну, что я? Да что ж такое! Я пою себе студентка. Ты себя взял... А, ну, понятно, взялся ли ты себя, тогда не видишь. Ну, тогда я была... Ну, тогда я выглядела, ну, как подросток. А есть фотографии? Ну, есть. А дальше нам? Очень интересно. Вот, ну, то есть я... Ну, простая по сравнению с вот им таким. А оказалось, что ему очень нужна была неиспорченная, наверное. Я была неиспорченная очень. Дело же сейчас не в девственности, правильно? Нет, нет. В плане... Дело в духовном. Да, 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 да. Я говорила с ним о каких-то, там, душе... Ну, мы говорили по душам. И вот он мне потом признавался, что у него с другими девушками такого не происходило. Все видели в нем что-то другое, но только не... Подлинность никто не распознавал. А-а-а. Сейчас ты начинаешь это все с себя сбрасывать, эти маски. Я так кайфую. Сейчас вы... И видно, что ты кайфуешь. Он не проявляет опасения. Конечно, проявляет. Что твоя... Вся твоя распустившаяся красота сейчас действительно привлекает много внимания и становится предметом для всеобщего обсуждения. Он начинает, да, ревновать. Говорил об этом? Да. Ты что отвечаешь? Я смеюсь. Потому что вот, теперь отыграюсь я. То есть ты выводишь все пока в шутку, но видишь, что он опасается. Ну, если я общаюсь с другими мужчинами, и у меня горит глаз в этот момент, а такое, конечно же, бывает, то он делает мне замечание. И я сама себя начинаю дергивать. Это ревность? Это замечание? Как замечание? Типа, ты не можешь или что? Он тебе понравился. По тебе видно, что тебе понравился. Это не замечание, мой друг. Это ревность. Значит, ревность. Но мне приятно, значит, ему не все равно. И это прекрасно. Согласна. Твоя очередь тени. Стресс может довести меня до... Я знаю историю, которую ты не скрывала, что во время нацотбора на Евровидении, по-моему, у тебя пропало молоко. Да. И я написала этот вопрос, ровно чтобы на это вывести. Но поскольку уже выводить на это не надо, ты достаточно открыта, за что я тебе мега благодарна. Я хочу тебя спросить. Ты же понимаешь, что чтобы пропало... У меня просто тоже пропадало молоко. Тоже от стресса. Меня очень сильно обидели. Одним телефонным звонком. И оно просто исчезло. Да ужасно. Что насколько это чувствительность твоего, там, моего организма и нервной системы, что ты... Я, например, себя очень сильно корила, что я свою дочь... Позволила. Что я свою дочь лишила, да, материнского молока, ровно потому, что я поддалась на действительно сильное оскорбление. Ну, чужого мне человека. Какого черта я на это поддалась? Стресс вообще штука очень губительная и разрушительная. Но я не вижу у тебя брони к нему. Меня легко очень расстроить. Да. Это правда. И причем меня легко расстроить какой-то такой фигней, какой-то такой мелочью. Это чувствительность называется. Сенситив вот это, понимаешь? Но это же опасная штука, Юля. Это опасная. И я уже не знаю, честно говоря, как с этим бороться, потому что я уже пыталась... Знаешь, это естественная улыбка, когда ты начинаешь улыбаться, типа, и настроение само по себе якобы должно подняться. Потому что я понимаю, от моего настроения очень зависит ВАЛ. А от настроения ВАЛа очень зависит вся наша мужская компания и команда. Ну, еще и Данечка теперь, правильно? Да. Не, Даня как-то на мое настроение пока что, в принципе... Может быть, хорошо. Ну, он как бы, да, он очень жизнеразный ребенок слава. Ему два какой-то? Два? Четыре уже? Ему четыре. Только было два, уже четыре. Да, да, все. А я восприимчива, и мне это жутко мешает. Но стресс, он мешает мне работать даже элементарно, потому что он очень отражается на моем голосе, на моих связках. Серьезно? А что, исчезает голос? Ну, перед ответственными, очень ответственными мероприятиями я чаще всего болею. За, там, неделю, за, за, там, полторы. Я уже просто прям знаю это. Это какая-то, возможно, это какая-то уже психосоматика. То есть я готовлюсь к тому, что, так, полторы недели до, там, концерта, ну, значит, завтра, послезавтра заболит. И оно начинает болеть. Ну, к тому же, если ты к этому готова... Перед Евровидением у меня мало того, что пропало молоко, у меня, да, у меня была ангина, у меня залив... То есть я пела на заливках, на этих всех. Давай поясним. Заливка, это когда артисту в голосовые связки заливают лекарства, которое временно, да, позволяет... Оно временно смазывает, как бы... Самое страшное для вокалиста в момент, когда ты поешь на больном горле, это закашляться. Потому что, ну, это моя листья, может, у кого-то по-другому. То есть даже если у тебя просто красное горло, болит оно, там, я спою без проблем, я его заморожу там чем-то и спою. Но если это уже где-то здесь, связки просто закрываются, и ты кашляешь. И самое прискорбное в прямом эфире на какой-нибудь ноте взять и закашляться. Ну, это просто, ну, это как танцору споткнуться, упасть и распластаться моделью, не знаю. А было такое у тебя? Такое было, но не в прямых эфирах, слава богу, не на съемках. Это было там на концертах, я просто там разворачивалась, слава богу, живые музыканты. И в этот момент... А что надо сделать в этот момент? Попить чего-то, выпить что? Попить, помолчать хотя бы, ну, то есть прокашляться элементарно. То есть, да. Вау. И вот эта заливка, она бывает разная, кто кому-то замораживает, мне это просто обволакивали, чтобы оно все как бы не смыкало, ну, не закашливалось. И после этого тебе на следующий день еще хуже всегда. Ты пытаешься что-то с этим делать? Противостоять, предотвратить, предупредить это состояние? Ведь это же не вечно. Я стараюсь себя ограничить свой стресс. То есть, например, я меньше стрессую, когда у меня расписано год, месяц, неделя. То есть я стараюсь заполнять свою неделю. У меня в неделе куча пробелов каких-то. Я все равно их заполняю домашними делами, начинаю уборку дома. То есть я как-то... А домашние дела могут стать альтернативой для тебя? Да, да, мне нравится. Тем более мы сейчас переехали в свой дом, наконец-то. Да, я знаю, я поздравляю вас. Спасибо. Только прочитала про это. Это первая мысль, когда узнала, что беременна. В первом случае я рыдала так, что все до сих пор думают, что я не хотела этой беременности. А я реально злилась. Почему меня никто не подготовил к этому событию в моей жизни? Это был такой хороший залет Петрович. И меня жизнь не подготовила. А второй раз мы уже работали над этим вопросом. И я, конечно, чуть в помырок не упала от счастья. Ну, я ждала, ждала, ждала этот тест. Эти, знаешь, растущие две полосочки такие. И первая мысль. Надо как-то очень по-особенному сказать Тимур. Получилось? Да. Знаешь, что я сделала? Я тест, короче, замотала. Был еще День Святого Николая. Я купила самую большую коробку в упаковочном этом, гигантскую. Сделала вот эту всю Бэйду, запаковала в кучу коробок. И он вот так, вот так, вот так. И там где-то на дне в маленькой бумажке вот это находит. А потом было самое интересное. Я не понял, что... Не, он так, он так... Это оно? Я говорю... Да, со Святым Николаем! А он мне ответил... А я тебе ничего не подготовила. Господи! У меня такое ощущение, что мы реально сестры сейчас. А я тебе, говорит, ничего не подготовила. Ничего не подготовила. Вот в этот момент все прям хочется просто привить, да? Скажи! О, Господи! Я так собиралась! Поэтому я своего уволила от подарков на такие мелочи, как День Святого Николая, День Святого Валентина, 8 марта и День Знакомства. Ну, потому что мне надоело каждый год его... Ну, хочется же! Ну, конечно, хочется! Ну, конечно, хочется! В этом году я что-то ему подарила на какой-то праздник, не помню. А он такой, да мы же договаривались не дарить. Я говорю, да я устала, уже два года не дарили. Может, начнем все-таки? Типа, стройка закончена, времени больше появилось. Может, все-таки уделим этому время? А как ты ему сказала, что беременна? Или вы вместе то есть делали? Мы готовились к этому моменту, и у нас не получалось. И у нас не получалось. И когда мы перестали об этом вообще думать... А долго не получалось, Юль? Полгода. Ну, это серьезный период, чтобы начать уже заморачиваться. Ну, мы начали переживать, да. И когда мы перестали вообще об этом думать, оно получилось. Вот опять, наверное, наш мозг. Ну, я никаких сюрпризов... Он ненавидит сюрприз. В отличие от меня. Вот, и поэтому просто разбудила прекрасные новости. Ну, хотя бы был рад. Конечно, конечно. Он был очень рад. По поводу папства... Да. Это, ну, Вау, очень крутой папа. Памочка, папа, для каждого любви. Молода, ты все равно. Ты как, что не скажешь, мой? Папа дом не построил. Посадил, тетей. Как-то был я, гусью, больше здорового ты. Ура! Большой показатель того, что внутренний мир богат. А значит, что надо выковыривать. Так. Самый большой страх я испытывала в момент, когда... Наверное, было несколько таких периодов. Первый период это еще... Когда мне было лет 16-17. Когда я начинала участвовать в одном проекте. Девичьим Сестры Сирены они назывались. И я... Группа, да? Группа, да. Я два года понимала, что что-то идет не туда. Ну, то есть, что нужно заканчивать с этим. Обещают горы, а получаются долины. В общем... И когда я начала уходить от этого продюсера, от этой всей истории, оказалось, что мой отец был завязан по бизнесу с этими людьми. Без... Ну, как бы... И там были нюансы, когда чуть не развелись мои родители. В общем, на этой почве. Да. То есть, я... Все вместе. Я покинула проект со скандалом. Папу подставили по бизнесу. И, соответственно, мои родители чуть не развелись в этот момент. То есть, рушилась моя семья. И при этом у меня не было особо там... У меня не было парня, у меня не было друзей близких, да, с кем бы я могла поделиться. Но, слава богу, все наладилось. Родители нашли общий язык. И мы пережили этот очень сложный период вместе. Но на тот момент я хотела вообще с музыкой завязать. Вот на тот момент я решила, что журналистом стану. Или там филологом, кем угодно. Но только не музыкантом. Потому что это все очень жестко. А второй момент, это, наверное, когда, наверное, у нас с Валом начались проблемы в личной жизни. Ну, как бы это не сильные были проблемы, насколько я теперь понимаю. Но тогда это казалось, что все сейчас рухнет. А этого нельзя было допустить. Нельзя? Странное слово для этого. Нельзя. Не хотелось. Не хотелось и нельзя. Ну, потому что это не только семья. Это еще и группа. То есть реально, не быть группой, отношения могли бы рухнуть? Нет. Все-таки семья важнее, чем группа. Но просто потеряв отношения, мы помимо того, что теряем, могли потерять семью, мы могли потерять еще и группу. На каком годе в ваших отношениях это случилось? Это случилось где-то через год или два после рождения ребенка. Но опять-таки это был очень стрессовый момент. Было все одновременно. Маленький ребенок. Это был рост популярности еще был. Это был маленький ребенок. Это была запись альбома нового. Это была подготовка большого шоу. И это была стройка дома. То есть нормальные люди таких четыре стрессовых направления в один период не сводят. И я поняла, что больше такого в моей жизни я не допущу никогда. Поэтому, наверное, поэтому мы оттягиваем появление второго ребенка. Потому что у нас есть очень грандиозный план на будущее в плане карьеры, на ближайшее будущее. Потому что так нельзя себя израсходовать, свои эмоции, как мы израсходовали свои силы, ресурсы в тот момент. Это нечеловеческое напряжение. Мы говорим про страх. А чего боялась ты в тот период больше всего? Что все закончится. Что закончится все во всех сферах. Потому что все сферы сейчас завязаны на одном. На нашей любви. Да. Это и опасно, и прекрасно. Да, это очень опасно. И прекрасно. Спасибо тебе. Это откровение. Скажи мне, если оглянуться на тот период, можно же сказать, кто не дал этому случиться? Кто первый схватил ситуацию и начал ее налаживать? Или вы как-то вдвоем вдруг в одночасье проснулись и поняли, что надо все спасать? Мы просто очень жестко и громко поговорили в один вечер. Ой, это очень тяжело. Это было еще и на гастролях. Ну, просто когда ты понимаешь, что уже нет искры в глазах, когда просто усталость в глазах от всего, от всех и от друг друга, что самое ужасное. И, типа, нет поддержки. И просто какое-то... Просто все равно. Да. И мы как-то сели и поняли, что или надо что-то менять, или нужно заканчивать. И мы решили, что нужно менять. И ты не поверишь. Буквально через неделю работы над отношениями и все поменялось. Как же я не поверю. Я-то как раз поверю. Потому что я это проверила. Просто я понимаю, что люди настолько иногда ленятся вот так поговорить. Я вот... Мы недавно с Валом говорили, почему пары... Люди, когда слышат, что мы 11 лет вместе, они так... Вау, так много! Да в сравнении с жизнью это ничто. Это как бы только начало. То есть для людей много длительные отношения, типа, там, два года. Просто сейчас люди... Эгоизм вот этот вот и лень. Работать надо отношения. Все забывают, что отношения это работа. Всем нравится легко, быстро, на страсти. А страсть это, там, Три месяца или сколько она там длится? Биг Бедер говорил три года, честно. Ну, сейчас что-то быстрее идет. По-моему, быстрее. Да. То есть... Людям неинтересно бороться за отношения. Проще расстаться. И в итоге... А потом все страдают. Где же моя любовь? Она, может быть, была. Просто ты не попробовал сохранить ее. Хотя это тяжелый акт, согласись. О, да. Болезненно. Но это на того стоит. Тоже соглашусь. В быту я люблю и не люблю. Так, в быту я не люблю. Готовить. Не люблю стирку. Не люблю заправлять постель. О, да. Пододеяльник. Я соглашусь. Пододеяльник. Кто это придумал? А, еще подушку в наволочку. Макшу! Согласна. Люблю утюжить белье. Вот так. Успокаиваюсь. Пришиваю пуговицы. О, боже. Успокаиваюсь. И что правильно могу пыль выпротереть? Ага. А ты? Так. Я люблю готовить. Люблю, когда меня хвалят за это, что вкусно. Да. Понимаешь? Я люблю складывать вещи по местам, но не люблю потом после этого вытирать пыль, мыть пол. Так. Что еще? Что еще? Что еще? Я люблю забрасывать стирку, потом это перебрасывать в сушку, сортировать. Мне нравится сортировать. Там трусики, кофточки, свитерочки. Вот эта вся история мне по душе. Игрушки складывать. Порядок ты любишь, Юлечка. Порядок. Ну, не, меня бесит, конечно, когда я спускаюсь. Вот если две недели никого не было, ты спускаешься. А вал, он все горизонтальные поверхности заполнены его вещами обычно. То есть пока я не разгребу это все дело. И последнее было, когда я зашла в спортивную нашу комнату, в которой никто никогда спортом не занимает. Дома никто никогда не занимается спортом. Ну, она есть, да? Она есть. Там типа тренажер, гантельки. Там гантельки, да. Террикс какой-нибудь. Да, да. Вот, коврик там, да. И его концертные дорогие рубашки лежат вот так на полу. Вот просто на полу. А для чего нужна спортивная комната? Он говорит, зато я их вижу. Я в шкафу, я не понимаю, где они. Я их вижу. Причем вот они лежат вот так. Но это неисправимая штука. Я уже поняла раз за 11 лет, как я все борюсь, борюсь. Но, наверное, просто не стоит. Вот, поэтому у нас меньше горизонтальных поверхностей, да, он перешел на пол. Давай ты. Мой сын заставил меня посмотреть на него по-другому, когда начал качать права. Когда начал качать права и делать мне замечания по делу. Например? Ну, например, у нас правило, что мы не кушаем под мультики. То есть мы ужинаем вот за столом все, а потом он может пойти посмотреть мультик. Я немножко в этом плане, конечно, шантажирую тем, что, ну, съешь овощи, посмотришь мультик. Ну, я грешу этим, конечно, мне очень важно, что он просто любит хлеб, макароны, не ест мясо. Не закрытое углеводное окно вечное. У нас такая же история. Короче, да, вот. И он мне говорит однажды, мам, ну, от бабушки приехала, там, типа, вседозволенность. Поставь мне мультик под ужин, типа, все. Я говорю, нет, Даня, но ты же в телефон смотришь, когда мы ужинаем. Справедливо. А в этот момент как раз у меня, типа, там, в левой руке, что-то параллельно был телефон. Но я обычно, я, ну, там, Инстаграм, Фейсбук, нет. Ну, вот что-то по работе, там, отвечаю, там, или что-то. И я поняла, как он прав. То есть в этот момент он прав. Или там я повысила на него голос, он в ответ повысил на меня голос. И я говорю, что ты позволяешь ему. Он говорит, ну, ты же кричишь на меня. А я говорю, а с какого раза ты меня понимаешь? Он говорит, с третьего. То есть он четко как бы знает, с какого раза. То есть когда он начал говорить мне взрослые, абсолютно обоснованные вещи, я поняла, что все, он, наверное, больше действительно не маленький. Реально, как он говорит, я не маленький. Таки да. Строгость ты, да, в семье? Да. Даже не надо спрашивать, потому что это и так просто очевидно. Мой самый большой недостаток. Почему мне? Я всегда про недостатки. Ну, вот. Примерно такой же, как и у сегодняшней моей собеседницы. Я накрутить могу, конечно, с дульки слоника. Любимая моя манипуляция. Вот она яйца, сука, вычиного не стоит. А ты так раз, 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 раз. Яйцо, яйцо, яйцо. А потом из нее слон. Слоник. Да, есть у меня такая фишка. Но вот если серьезно, что, какая ты в гневе? Что, вот как, как это все происходит? Ну. Ты кричишь, ты закрываешься, ты можешь обидеть жестким словом. Ну, все, это смотря от ситуации. Если я понимаю, что своим криком я смогу что-то изменить. Ну, например, вот там ситуация, когда я была в сильнейшем стрессе и в гневе, и я кричала, это когда мы приехали с гастролями в Барселону на концерт, у нас саундчек, я прихожу, пустая сцена. То есть саундчек должен приходить уже свет, должен висеть, стоять там колонки. То есть пустой клуб. Тебе нужно только звук, да? Они только начинают вообще, что да, что либо... А у меня до концерта два часа. И я понимала, что как бы на орав, я орала так, что у меня голос сел. Я просто орала на этих органи... Ну, то есть я таким... То есть это нужен был пендель. И я понимала, что этот пендель там от Валеры не воспримется. А от меня, которую никогда там в таком амплуа редко можно увидеть, воспримется еще ого-го как. И это сработало. То есть они начали работать в три раза быстрее. Ну, то есть там было жестко. Если это, конечно, чаще всего это ситуация, когда я замыкаюсь в себе. И это для меня не очень хорошо. Потому что внутренняя там буря, да? А я замыкаюсь в себе, я злюсь там... Хожу нервно из стороны в сторону. Или просто молчу. Но по мне видно, что происходит. Ну, это мне в минус. Но опять-таки я не люблю конфликты. Если нужно поконфликтовать, нужно выяснить какой-то момент. Я Валеру. Как это? На арену выходит Валера. В таком состоянии ты не выяснишь ничего. Потому что надо само это... Вот это надо куда-то выбрасывать. У меня руки начинают труситься, губы. У меня начинает голос дрожать. То есть даже когда Валера выясняет отношения с кем-то, я не присутствую никогда. Я всегда прошу... Когда он кого-либо увольнял, например, я никогда не присутствую. Я понимаю, что я могу чуть ли не расплакаться. Мне будет плохо. Я буду нервничать. Я говорю ему всегда... Избавь меня, пожалуйста, от этого. Пожалуйста. Мы приняли решение вместе. А теперь ты, мужчина, иди и реши вопрос. Твоя очередь, Юля. Да. Три главных отличия во мне на сцене и дома. Три. У нас сцения более брутальная, конечно. Чем дома. Дома у меня даже есть тапочки с зайчьими ушками. Честно. Подарили или сама купила? Подарили. Я бы такое не купила. Но это очень мило. Я их ношу. Наглее. Наглее. Нахабистее. Откровеннее. Сексуальнее. Ярче. Все вот... Я даже на танцы сейчас пошла учиться танцевать для того, чтобы в жизни чуть-чуть открыться в плане женского начала. А на какие танцы? Бальные. Наверное, бальные максимально открывают это все. Потому что на сцене этого хоть отбавляй. А в жизни мне хочется быть уверенней. Ой, Вал, берегись. Я бы на танцы сходила бы. Посмотрела. Он утвердил, с кем я танцю. Ты на правильном пути. Так. Блин. Последний вопрос уже. И мне он уже понятен. Евровидение у меня ассоциируется с... Просто можем даже эту тему не... Ассоциация. Вот я говорю, Евровидение. Первая разница в своей голове. Стресс. Стресс. Нечеловеческий стресс, который того не стоит вообще. Он не стоит того. Реально, все так стремятся на это Евровидение. Хотя там в той же Европе, в Англии, на него вообще не обращают уже внимание. Это правда. Но у нас оно в одночасье дает себе тотальную национальную узнаваемость. Или ненависть. Чаще ненависть. Пойми, узнаваемость сейчас базовая как бы... Вот я не хотела бы, чтобы на меня тыкали пальцем, говорили, смотрите, это та, которая там продула или заняла 15-е место. А почему ненависть? Тоже узнаваемость. А почему ненависть? Потому что у людей, к людям, которые представляют страну на том или ином уровне, очень высокие требования. Ну, то есть ты должен только победить. Если ты проигрываешь, ты подставил страну. Хотя этот конкурс, я же говорю, в мире, он уже давным-давно не считается вообще чем-то важным. Это больше ЛГБТ-праздник уже. Это только нами в Украине воспринимается как что-то очень масштабное. И, соответственно, артисты волнуются, как будто бы они едут, я не знаю, на Олимпиаду. Да, да, да. На Олимпиаду, да. И просто порицание всеобщее, если вдруг что-то пошло не так. А это очень легко может. Ну, то есть там не все зависит вообще от тебя. Это такое, что у людей потом погода депрессии. То есть людей, которые ушли счастливыми после конкурса, может быть, три или два. И самое интересное стали, например, там, супер-иконами в своей стране. Да, да. Все остальные, всех остальных просто разнесли в пух и прах. Ну, то есть это того не стоит вообще. Ну, вы же знали про это. Ну, вам же про это говорили. Ну, вы же видели истории ваших предшественников. Это же почему-то в моменте не останавливает. Тогда это нам было очень нужно. Вот. Нам было очень нужно. И я даже не знаю, больше я нервничала, потому что я хотела туда попасть или потому что я не хотела туда попасть. Когда называли имена, у нас же одинаковое количество баллов с Джамалой. Да. Просто за нее зрители отдали больше голосов, а за нас сути. И, соответственно, она поехала. Когда объявили голосование жюри, мы были первыми, у меня в голове было, о, боже, только не это, только не это, только не это. Неужели мы, неужели мы? Я не понимала, радоваться этому или мне сейчас рыдать, реветь, потому что я понимала, что если здесь у меня молоко пропало и голос пропал, и все на свете со мной случилось на отборочном в Украине, то когда на меня будет смотреться страна там и ожидать от меня чего-то победы, я не знаю, что с вами было бы произойти, какое-то напряжение, там надо, я не знаю, с психологом работать, наверное, перед такими конкурсами. Когда объявили Джамалу, я бросилась к ней на шею и кричала «Поздравляю! Поздравляю!» Да, она, наверное, думала, дурная, Кась, но потому что в этот момент я была так счастлива. Круто. Серьезно, да. Человек, стремящийся к победе, к идеальности, к масштабированию. Видишь, как у тебя инстинкт самосохранения? Самосохранение. Я понимала, что может произойти реально, ну, что-то какая-то жесть. Ты понимаешь, что прошло два часа нашего разговора, а мы с тобой можем еще столько же говорить? Ты понимаешь, насколько ты интересна и сколько в тебе внутри всего прекрасного? Спасибо тебе. Спасибо. Если я напишу тебе в три часа ночи, не удивляйся. Я отвечу. Прекрасная, прекрасная. Будем в рамках франт-вумен группы «The Heart Kiss» Юлии Саниной. Но я очень хочу больше Юлии Саниной. Очень больше хочу в творчестве тебя вот этого всего. Она проявляется. Одна моя знакомая говорила, ты знаешь, совершенно случайно пошла на выступление за «Хард кейс» во дворец спорта. И потом она так меняется и говорит, ты видела, как Санина валит? Класс, класс. А ты видела, как Санина валит? Обожаю. Вот, так что валить во всех смыслах тебе больше, круче так, как ты хочешь. Но не забывать о своем здоровье и о своей, так сказать, главной, маленькой девочке внутри. Юлия Санина. Отличный экзамен.